Правила изменились Браво шесть, гасим свет Правила игры действительно поменялись Ведь второй сезон Neverland внезапно получил полностью оригинальный сюжет Что ж, до первого сезона меня не очень устроил тот обзор, да и добрая его часть стала попросту нерелевантной Поэтому этот Special Edition вновь вернет нас прекрасный 19-й год А прекрасным я зову его не просто так 19-й год подарил нам один из самых захватывающих детективных сериалов Не спорю, формат не новаторский, но вот нарратив, Storytel и исполнение действительно делают Neverland уникальным Да и адаптация не заставила фанатов ждать Каю Сирай начал выпускать Neverland с 2016 года В 2017 году манга уже продалась в 2 миллиона копий И в 2018 году Сёнэн Джамп официально анонсировал первый сезон Одинокий приют посреди леса с первого взгляда кажется настоящим райским садом Хорошая еда, чистая одежда, беззаботная жизнь в кругу любящей семьи Однако, как и любая утопия, этот приют построен на крови И некогда райский сад раскрывается нашим героем как настоящий ночной кошмар Узнав правду о назначении этого приюта, главным героем остается лишь одно Сбежать любой ценой Интригующе, не правда ли? А ведь Neverland это выходец из Сёнэн Джампа И что же он делает? Он просто рвет все Сёнэновские шаблоны Я одобряю Сама же адаптация вышла из-под крыла студии Cloverworks Известных нам за Девочку Зайку, Persona 5 и аниме, которое лучше не называть Это какое? Это которое для малолетних дебилов Ты про себя что ли? Заткнись! Ну а раз на то пошло, то ребята со студийной банды вновь согласились поучаствовать в ролике Потому что не использовать такой охренительный дубляж было бы богохульством Ссылки на них будут в описании Помните, однажды я сказал, что хочу стереть себе память, лишь бы заобзорить любимые тайтлы еще раз? Ну, стереть не получилось, а вот заобзорить еще как 2045 год, Грейсфилд, одинокий приют посреди леса, где и разворачивается сюжет страны грез Дети, живущие здесь, не родные друг другу Женщина, которую они любят как мать, тоже им не родная Как и этот приют, не их настоящий дом Однако живут они как настоящая семья Ребята ухаживают за домом, учатся, играют, хорошо кушают И просто проводят время с друзьями Детям разрешено делать все, что душе угодно Кроме одного Выходить за пределы приюта им запрещено Ведь кто знает, какие опасности могут их поджидать без чуткого надзора матери А эта рыжая булочка и есть наша главная героиня Примерная отличница с выдающейся физической подготовкой Эмма предстает зрителю как самая преданная своей семье героиня Которая никогда не оставит близких в беде Ну а по обучаемости с ней может сравниться разве что Диман это не тот кадр! А, да? Пизда! Норман На второй позиции у нас без преувеличения самый одаренный ребенок в приюте Норман с детства проявлял невероятные интеллектуальные способности и лидерские качества Этакий вундеркинд местного разлива Так же как и Эмма, Норман показывает себя крайне способным воспитанником с высочайшими баллами Хотя я знаю того, кто мог бы с ним в этом потягаться Рэй Замыкающая нашу троицу ходячая энциклопедия выделяется не только начитанностью, но и невероятным хладнокровием Рэй лишены, пати, Нормана и упертости Эммы Он не позволяет эмоциям брать верх Не сказать, что спектр особо большой, но и это вносит свои коррективы Он быстро сдается, не ввязывается в шумные компании, да и в целом предпочитает сторониться людей Хех, ну прям как ты Пошел нахуй! Ни за что не подходите туда Мама всегда говорит об этом, потому что в глубине леса и у ворот опасно Опасно? Да в раке это все Но ведь нам это сама мама сказала Ты так сильно любишь маму? Ее все любят! Эй, вы вообще играть собираетесь? Да и к тому же Рэй с первых минут намекает зрителю, что его мировоззрение сильно отличается от остальных Но в чем-то он все-таки прав, уехавшие из приюта дети ни разу не связывались с остальными сиротами Подозрительно для стольких лет Хотя тут уже и мне пришлось применить все свои навыки дедукции и заметить, что они все пронумерованы как скот! Эхм, к чему бы это? А к тому, что этим вечером одна из сирот по имени Конни как раз уезжала из приюта, забыв свою любимую игрушку Только вот при полном запрете покидать пределы приюта, Рэй все же подталкивает Эмму и Нормана вернуть зайку своей хозяйке Наверное, коню увезут в этой машине А я ведь впервые вижу машину Никого нет Давай просто положим зайку в кузов Норман Что ты? Эй, тут вроде кто-то разговорил Тебе послышалось Проклятье, даже кусочек пальца нельзя откусить Совсем скоро мы соберем урожай высокого качества Изабелла Да Ты уж постарайся с этой троицей, у которых идеальные баллы Безусловно Изабелла Вот тут-то и начинается все самое интересное В первую очередь поговорим про Изабеллу Как мы помним, Изабелла не просто воспитательница или нянька Она именно мама для этих детей Однако теперь Изабелла раскрывается в роли антагониста и совмещает в себе две конфликтующие роли Это не просто сюжетный поворот Это целая идея Мало того, что комфортная жизнь в этом приюте оказывается взращиванием премиальной еды Так еще и за всем этим стоит самый близкий и любящий в их жизни человек Это ведь все неправда Та девочка ведь не кони Это была кони И как назло, весь пазл собирается воедино Не единой весточки от уехавших сирот, пронумерованные шеи, ежедневные тесты и отбор по успеваемости Из чего можно сделать вывод, что самый искусный деликатес для демонов — это человеческий мозг Осознать такое непросто И Neverland фокусирует все внимание на эмоциях Эма и Нормана Студия очень грамотно адаптирует мангу, не прибегая к монологам из оригинала Когда героям открывается вся правда об их жизни в приюте — это то, что нужно именно показать на лице героя И студия с этим прекрасно справляется При всем ужасе ситуации герои видят лишь один выход — сбежать Но они не могут бросить остальных детей дожидаться своей незавидной кончины Они в первую очередь семья И оставить своих братьев и сестер в приюте просто непростительно Эмо, мы сбежим Мы обязательно сбежим Но все же у меня есть идея получше Мама! Норман, что-то случилось? Малышка Конни передает вам поклон После того, как Норман и Эмма немного приходят в себя История превращается в настоящий детективный триллер Где герои в мельчайших деталях начинают изучать своего оппонента В первую очередь герои выясняют, что за маленьким забором расположена гигантская монолитная стена Но мало того, не успев понять как преодолеть стену Герои сталкиваются еще и с тем, что Изабелла способна с хирургической точностью отслеживать детей приюта Раньше они не придавали этому внимания Но вот теперь Изабелла демонстративно показывает свое превосходство Зная, что кто-то из детей узнал правду приюта Она не просто пытается их запугать Хрен там! Изабелла открыто бросает им вызов Не думаю, что нас уже вычислили Иначе мама не ходила бы вокруг да около Однако заметила, что это вовсе не кони принесла зайку тем вечером Нас она не подозревает Эм... Да, кстати, забыл предупредить Элементы хоррора тут тоже присутствуют Всего пару-тройку раз, но настолько сука точно и в тему, что идеальные моменты не напишешь Дотошность сторитела выражается и в сюжетных поворотах Которым подводят не пару сцен, а как насчет половины сезона Раскрывать все карты не буду, все самое интересное оставлю на потом Но по ходу обзора вы подхватите этот нарратив Итак, теперь у наших героев проблемы увеличились втрое Монолитная стена, датчики слежения и непосредственно сама Изабелла Перспективы, скажем, прямо плачевные А посему ребята решают все рассказать Рэю Но как решают? Он приходит к ним сам Что произошло вечером у ворот? Вы сказали, что не успели, но вернулись без зайки И не врите, что все в порядке! Говорите! Да уж, ума тебе не занимать В результате внезапного воссоединения умов Возникает первый и основополагающий конфликт приоритетов Рэй, как самый прагматичный персонаж Выдвигает наиболее разумную мысль Нельзя тащить на себе весь остальной приют По правде говоря, сбежать они смогут лишь втроем Другие дети в силу возраста станут лишь абузой Это понимает и Норман Но вот Эмма не совсем догоняет, что внешний мир Может их прикончить куда быстрее обеденного стола Рэй в этом плане самый сложный архетип Потому что по сути своей радикален Для Нормана Эммы вопрос жертвы обобщенный Для Рэя это вопрос исключительно эгоистичный Однако в таких сценах персонажи ярче всего показывают свою индивидуальность Норман, например, пускай придерживается идей своей боевой подруги Однако же не разделяет ее оптимизма Норман скорее согласен с оценкой Рэя Эмоции его в этом выдают Но Рэй персонаж диаметрально противоположный и говорит все как есть Необходимо оставить их Это лучший выбор Не Чего? Я тебе счастье оторву Мы выберемся вместе Другого выбора нет Нет, 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 нет Разберись с этой дурой, она бред несет Ты ведь сразу все понял Тем вечером Эмма плакала Я тогда боялся за свою жизнь А Эмма плакала Потому что испугалась, что умрут родные Но она ошибается Это тонущий корабль Откровенно говоря Мы сможем сбежать лишь втроем Не дай эмоциям затуманить разум, Норман Мы с Эммой сошли с ума Слетели с катушек Но ты ведь нас не бросишь? Черт Да как я могу вас бросить? Коротко говоря, если умирать, то с огоньком И поверьте, огонек будет что надо Но весь этот боевой настрой очень быстро гасит Изабелла Которая за это время обзавелась С этого дня я буду жить с вами Сестра Крона Обзавелась живым воплощением хаоса и деградации Сестра Крона Это не только персонаж, который клал на эту вашу ментальную устойчивость Но и на каноны манги в том числе Ей поебать, слетевший чердак не приговор И это я сука даже не преувеличил Селят ее сразу у лестницы рядом с детскими комнатами Казалось бы, та еще заноза в заднице Однако наши герои видят в новых жильцах не проблему, а два новых источника информации Если исходить от общих знаний, то передатчики должно быть легко достать Не станут же демоны жрать металлолом А значит можно найти послеоперационный шрам на теле недавно прибывшей Кэрол Тем более, пока Изабелла кошмарит новоприбывшего духа Говно должно говорить громче Времени у героев завались Ну а сама Крона имеет совершенно другие планы на этот приют Узнав, что здешние сироты разведали тайну, а Изабелла решила это скрыть То мысль навязывается сама по себе Кто станет упускать такой шанс? И вот когда Крона начинает изучать героев, то нарратив переходит в мою любимую фазу Когда нам показывают лишь глухие эмоции Взгляды, вздохи, язык тела Зритель сам читает сцену и сходу понимает мысли героев Не зная заслуга ли это студии или правки самого автора Но значительную часть сюжета Неверлен доносит до зрителей исключительно визуалом И это как по мне Настоящее мастерство адаптации А че с Эмой то? А, да Думай Поставь себя на место врага Даже демоны не станут есть передатчики Но избавиться от передатчиков это только полпроблемы Чтобы действительно сбежать с плантации Детей нужно усердно тренировать И ведь просто так того сделать не получится А поэтому тренировки маскируют под обычные дворовые игры Типа догонялок Детей учат заметать следы Использовать подветренную сторону И изучать своего оппонента Не буду врать, но схватывают они на лету Ребята без проблем разбиваются на группы Работают по командам и в разных построениях И ведь это совсем малыши А вот старшие ребята на практике не уступают даже Кроне Которая между нами говоря имеет первоклассную подготовку Выложусь на полную! Потише! Рыжак! Ну вы знаете эти одиннадцатилетки из Неверленда Ей нужно знать о наших действиях Ничего не предпринимая Скорее всего среди детей Есть доносчик Ха! Казалось бы, чего нам еще не хватает на этой полосе препятствий? Правильно, ненадежного рассказчика Неверленд начинает заигрывать со зрителем Заставляя нас подозревать сразу нескольких детей Нифига вы тут устроили Хотя можно было догадаться, чем все закончится Прибавьте к этому еще и те моменты со скримерами И картина складывается сама собой Неверленду мало героев в кондиции постоянного ахуя Ему нужно, чтобы еще и зритель посидел на очке Сука! Я одобряю! Но я по-прежнему не понимаю, что же должны предпринять наши герои, дабы вывести доносчиков на чистую воду Нет, вы-то, конечно, знаете, но я тут рассказываю историю В кино это называется «Первый акт» А-а-а! Все, хватит! Я не хочу никого подозревать! А надо бы, дура! А что там с уничтожением передатчиков? Когда разобраться сможешь? Думаю... дней через десять Мы сбежим через десять дней Восьмого ноября Начать героя решают с малого Посвятить в курс дела Дона и Гильду Норман решает, что всей правды им рассказать нельзя Никто не знает, как они могут себя повести при таком шоке Но даже таким второстепенным персонажам уделяют немало внимания Дон проявляет себя как очень вспыльчивый и громкий парень Чутка ему стоит разойтись, и любой его поступок становится неконтролируемым пиздецом Гильда полная его противоположность Тихая, скромная и вдумчивая девочка С такими-то характерами предугадать их реакцию просто невозможно Всех братьев и сестер продали очень плохим людям А вы не сдаетесь Итак, в чем же прикол? Что это за шутки такие? Это правда Ну а на случай, если среди них есть доносчик, Норман запрячет несколько веревок для побега Про каждое место он расскажет им выборочно, чтобы по пропаже обнаружить доносчика Но пока что этот план существует лишь на словах Да и знает о нем один только Рей А вот чего он точно не знал Это то, что Норман станет так откровенно врать Мы не знаем Их забрали плохие люди Наверное, они все еще живы Это никуда не годится И Рей как наиболее дальновидный персонаж это понимает Что еще за мы не знаем Нельзя давать им ложную надежду на то, что друзья живы Когда и как ты скажешь им правду Скажу, когда придет время А пока нельзя исключать того, что они шпионы Как бы зрители не мучили догадками о том, кто же из детей все-таки доносчик Конечный результат становится весьма сука неожиданным Сторител этих серий в целом повторял структуру появления в сюжете Рея С одним лишь отличием В этот раз подтекст никак не связан с результатом Ненадежный рассказчик это не какой-то голос за кадром Это целая система повествования, которая подводит нас к самому ключевому повороту сюжета Получается, это сделал Дон Угу Получается, предатель это ты, Рей Будем честны, Рей так не подарок Но такого поворота лично моя психка не планировала Сука, этот сюжетный поворот готовили четыре мать их серии С самого начала Рей целенаправленно подталкивал героев на мысли о побеге Заведомо зная, что они увидят у ворот, отправлял их туда Пристально следил за ними вплоть до разговора в лесу и вот мы здесь Предательство уровня Древнего Рима Ля ты крыса, а? Но настолько ли? С другой стороны, этого разговора бы не произошло, если бы Рей не отправил их к воротам Да и в остальных ситуациях он направлял героев на верный курс Так в чем же дело? Неужто Рей знал и про демонов и про отправки? Да и неожиданным доносом Изабелла бы не поверила А значит занимается он этим не первый год Я расставил несколько ловушек Дону скажу, что веревка под кроватью А гильде, что за потолком туалета на втором этаже Это я сказал тебе, Рей Ты прав, я давно работаю на маму В целом я наподобие пастушьей собачки Так ты знал про демонов и все равно помогал маме? Да Ничего не изменится, все останется на своих местах Ну разве не здорово? Сможешь скрыть свой прокол Ты же хотел остаться шпионом Даже пытался перекинуть подозрения Да, в итоге Норман разворачивает игру так, чтобы Рей стал двойным агентом И продолжал организовывать побег От него будет необходимо всего-то сливать маме ложную информацию Какой дерзкий ход Ну а поскольку Рей нашим героем не враг, то он с удовольствием рассказывает о своих успехах И о сделке с Изабеллой Ты ведь правда нам вовсе не враг Хм Я вызвался Самолично Таким образом Я хотел зарекомендовать себя И все Ради подготовки к этому побегу Я потребовал у нее две вещи Первое Не высылать меня самого раньше срока А второе Дать вознаграждение, если добьюсь результатов То есть, когда ты сказал, что знаешь способ уничтожения передатчиков Да, я лично их видел То есть, я правильно понимаю, что Рей заказывал у Изабеллы передатчики А ее, типа, ничего не смутило или как он это преподнес Мне нужен метиламин, псевдоэфедрин и сульфат натрия Зачем тебе все это? Мы будем варить, Джесси Мы будем варить самый чистый товар в этом гребаном городе Скажешь, опасно? Это я опасность А, и еще пригони мне передатчики Пока Прежде чем заключить сделку с Норманом, Рей по-прежнему ставит лишь одно условие Эмма и Норман сбегают сами, без остальных А иначе помогать он не станет Но такой расклад не ставит Рея в позицию отрицательного персонажа Рей скептик, прагматик и по натуре радикален в своих решениях Только вот по ходу диалога становится слишком очевидно, что Рею просто плевать на остальных детей Ведь Эмма и Норман — единственные близкие ему люди В самом деле, Норман не так кардинально отличается от Рея Он неоднократно показывал, что во многом солидарен с такой позицией И что дети будут лишь балластом Но поскольку Норман не так отчужден от остальных детей И в частности от Эммы Он не может ей соврать Для него это исключительно вопрос совести Такие мелкие детали иногда трудно читаются Но именно через них Неверленд раскрывает своих героев Он оставляет их наедине в интимной обстановке И позволяет им проявить свой индивидуальный подход В наполненных действиям сценах герои проявляют свои базовые качества Задавая определенный характер Это мы видим каждый раз на тренировках и догонялках А в таких тонких моментах, оставаясь лицом к лицу Они раскрывают свой характер, придавая ему эмоциональный окрас А чем напряженнее диалог, тем ярче мы понимаем их чувства Если ты мне сейчас солгал Да все мне понятно, я сказал правду А это сцена самое блестящее исполнение адаптации Яркий напряженный диалог сменяется минутой полного молчания И под ним лишь эмоциям на лице мы читаем мысли героев Видя на лице Рея сначала искреннюю радость, а потом презрение Нам понятно, что это презрение Рей испытывает в первую очередь к себе Ему мерзко от одного только факта, что он так поступил со своими друзьями Ну а складывая пазл воедино, Норман начинает понимать, как именно Рей распланировал все с самого начала Информатор мамы клюнул? А, так это был я Я и есть мамин доносчик По ходу дела герои выясняют, что в планировке дома должна быть тайная комната для связи с внешним миром Конкретно Изабелла может связываться там со штабом и отчитываться о графиках отправки То есть просто убрать Изабеллу не выйдет, пропажу обнаружат быстрее, чем за сутки Да и соваться в эту комнату дело самоубийственное, потому что там А холодно, П страшно Но поскольку в нашем отряде самоубийц появился вот такой вот четкий пацан, то как вы думаете, что он делает? Он сразу заваливается в эту комнату, не отходя от кассы Я не хочу туда заходить, я оттуда уже не выйду Че ты здесь повариваешь, а? Тем временем, Эмма с ребятами открывают для себя загадочные символы в эмблемах некоего Уильяма Минервы Все книги с его символом содержат в себе азбуку Морзе, через которую он пытался донести правду о приюте Скажу честно, эти послания чересчур уж выбиваются из контекста, ибо непосвященный ребенок может истолковать их как душе угодно Урожай, чудовище, сомневаться Проще говоря, в этом послании ни смысла, ни толку, если не знать тайны приюта Но про Уильяма Минерву мы поговорим в следующем обзоре, а пока что вернемся к Storytel Мы с гильдой вошли в тайную комнату мамы Это полнейший идиотизм! Если бы мама или сестра заметили, то вас нет! Нас все! Что с нами вы сделали? Какой еще мы не знаем? Что за спасем их? Никого у нас спасти не получится! Прости! Пожалуйста, прости! Вот видишь, гильда, они действительно солгали нам Что вы скрываете? А ну выкладывайте! Ужас! Нас растили только чтобы съесть? А ты шпион? Вы хотели обманом вытащить нас в мир, кишащий врагами? Серьезно? Да пошли вы все! Эй, Дон! Но мы же семья! Мы родственники! Я хочу, чтобы вы хоть немного нам доверяли! Но говоря как есть, Норману эти пиздели были просто необходимы Это наиболее практичное напоминание героям, что любая их ложь будет иметь серьезные последствия Для Дона и Гильда урок тоже вполне понятный Каждое их необдуманное действие может поставить под угрозу не только побег, но и их собственную жизнь Но больше всех рискует все-таки Рэй Ему приходится объясниться замятой щи вчерашней дракой с Норманом Который якобы собрался убить Изабеллу План заключался в том, чтобы убедить Изабеллу в намерениях Нормана Сделать вид, что эта проблема уже решена И перенаправить ее внимание на проделки сестры Кроны И кстати о ней Я видела вас вчера в столовой Объединитесь со мной Что? Не будем вдаваться в детали ее мотивов, давайте лучше поговорим о методах Сходу после предложения Крона пытается расположить героев к себе Она показывает им свой номер, рассказывает о ферме и о том, как отбирают кандидатов в мамы Крона сразу показывает героям, что она одна из них Тоже выросла в приюте, прошла отбор и получила стажировку Эгоистично ли такое поведение? Еще как! Был ли другой выход? Конечно же нет Стать мамой это единственный путь для девочки пережить сбор урожая Однако и покидать территорию приюта они не могут Чип не позволяет Стоит им ступить за территорию фермы и бум Придется избавляться от еще одного трупа Не то, чтобы у них были с этим проблемы, но трудновато будет объяснить детишкам, почему их няньку соскребали со стены А по итогу, рычагом давления становится именно Рей Если он расскажет Изабелле о планах Кроны, ее убьют, без сомнений Но если и она вскроет, что Рей двойной агент, ему тоже придется не сладко Хочет жить как можно лучше, а ведь сама была одной из нас Но она сказала, что не отправит нас Дело в другом, она просто не может Перед тем, как герои придут на разговор с сестрой Кроной, Норман решает сыграть в дурака и притвориться, будто они вообще не в теме передатчиков Только вот язык тела их выдает, и сестра быстро понимает, что играть честно никто не собирался с самого начала Так чему это? Теперь счет идет на часы Рей достает последнюю деталь из фотоаппарата и делает устройство для уничтожения передатчиков Но самое главное, он сдает Крону с потрохами и выкидывает ее из игры Далее идет осмотр стены За ее пределы надо еще выбраться, но как это сделать? Первонаперво Рей отвлекает Изабеллу, Норман и Эмма отправляются к стене, а Дон и Гильда остаются следить за выходами На бумаге план отличный, я б даже сказал рабочий, но на практике Сестра Крона устранена Я от нее избавилась, ведь она больше не нужна, так же как и ты Мама! Что тут сказать, за добро всегда страдают Поскольку Рей оказался лжецом и предателем, Изабелла аннулирует сделку и запирает его в приюте, чтобы никто не помешал ей наводить порядок Увидя, что Изабелла выходит из приюта одна, Дон бросается на помощь Рею и выбивает дверь в его комнату Не в моих привычках такое говорить, но в манге эта сцена выглядела немного эпичнее На нахуй! Мы с вами жили вместе целых десять лет, но впервые поговорим на чистоту только сейчас Не притворяйтесь хорошими детками, которые ничего не знают Сейчас я фермер, а вы мой скот, ребятишки Именно поэтому я пришла сюда и хочу, чтобы вы прекратили сопротивляться Я люблю вас и очень не хочу, чтобы вы страдали Совсем не хочу причинять вам боль, мои дорогие Вы же здесь были счастливы Не нужны нам эти фальшивые улыбки! Мы будем жить свободно, даже если придется страдать! И мы сами решим, что такое счастье! Ниги! Норман! Эма! Вы особенная еда Лучшие дети из всех, что мне довелось вырастить Вы не хотели сдаваться И мне пришлось это сделать Со мной связалось начальство Поздравляю, Норман Пришло время твоей отправки Что ж, в итоге с целым лицом выйти не получилось ни у кого Все пятеро были раскрыты, веревки конфискованы Нормана отправляют на следующий же день, а нога Эммы переломана Изабелла всем своим видом как бы говорит 60 лет назад во времена охуенного рейха Вас бы пустили на сумки! И кстати, обратите внимание на реакцию детей Увидевших перелом Эммы Ничего не хочу говорить, но проработка сюжетных твистов просто охуительна Мы еще поговорим об этом в итоге Далее у героев начинается самая неподдельная паника Изабелла за сутки убила сестру Крону Сломала ногу Эмми Конфисковала все веревки И подготовила Нормана к отправке Больше всего психует именно Рей Но это не сравнится с тем Как нам показывают состояние Нормана Длинная сцена прогулки по приюту Превращается в сплошной визуальный рассказ Кадр делает из любого Малейшего действия Непосильную ношу для Нормана Камера, следующая за героем Крайне резкий монтаж Усиленные резкие звуки Такие мощнейшие накал эмоций на лице Нормана В полной мере передают зрителю его страх перед смертью Но в финале нас ждет еще и самый напряженный диалог Который выкидывает все карты на стол Замолчи Хватит Зачем я старался эти шесть лет? Предложение? Рей, тоже сломай ногу Как вам идея? Давай, Рей, сломай же ее Ну не лучше ли сломать руку? О, точно Да, давай ее Да как нехуй, ну надо мыслить шире Блять Ау Самое значимое, что прозвучит в этом диалоге То, что Рей знал о секрете фермы с самого рождения Рей не подвергся детской амнезии, которая свойственна любому человеку И помнил все, начиная с утроба матери Он сохранил память о транспортировке, о демонах, о других детях, о внедрении передатчиков И самое главное, он помнит даже свою родную мать Его мать Это Изабелла Полностью солидарен с Кагуей в этом вопросе Но вставлю свои пять копеек Вы заметили, как сильно диалоги перешли от демонстрации характера в качественную раскрутку внутренних конфликтов Норман, боясь смерти больше остальных, заставляет себя отказаться от побега, чтобы вместо него не отправили Рея или Эму Рей вступает с ним в конфликт, дает слабину и впервые за сериал показывает, как сильно на самом деле любит этих двоих Он впервые за сериал говорит по-настоящему искренне А теперь вспомните, через сколько событий и конфликтов нас к этому подводили, чтобы так сильно раскрутить ключевого героя Стоило ли это того? Сука, да! Рей дает устройство для уничтожения передатчика и отправляет Нормана к стене в ожидании побега Но все-таки Норман возвращается назад Прямо за стеной Пропасть Другими словами, охрана просто не нужна Такую пропасть невозможно преодолеть, кроме как через мост Что ж, до Нормана он и не собирался сбегать Как бы это ни было грустно, но так он хотя бы даст остальным время на побег Да и как бы наши герои не пытались, он уже давно все решил Норман Норман Эмма Я отвлеку маму Убегай, прошу тебя Дура, ты должна заниматься другим, так что... Заткнись, я тебя не пущу Нет, постой! Эмма Успокойся Если снова поднимешь шум, я тебя убью Я с самого начала знала, что ты ни в коем случае не решишь убежать Пусть живут счастливо в доме до последней отведенной секунды Да, это наше счастье Мама А ты сама счастлива? Что ж, это было больно, но сложно с Норманом не согласиться Много ума не надо в 30 лет затирать, как можно счастливо прожить 12 Но в чем-то права и Изабелла Она не в первый раз говорит, что сделала все, чтобы ее дети прожили короткую, но самую счастливую жизнь Иными словами, Новорланд невольно ставит перед зрителем вопрос Беззаботные 12 лет счастья или ежедневная борьба за выживание? Подожди немного в этой комнате, ладно? О нет, это что, самый очевидный намек, что Нормана не убили? Твоя ирония хуйня! Ах ты скотин, ты когда нам драться успел? Тебют? Действительно Ну и теперь-то происходит просто тотальный разнос Эмма на пару с Рэем превращаются в таких дет-инсайдов, что даже визуал переходит в режим максимального отчаяния Финальный акт использует все свои инструменты, чтобы в деталях передать состояние наших героев Они не просто потеряли друга, они потеряли надежду Вокруг нас ров, а единственный мост находится в штабе Больше не могу, я устал, очень устал Милая моя, тебе трудно? Тяжело, да? Норман умер Рэй опустил руки А одна ты совсем ничего не можешь Это верх отчаяния С самого начала Изабелла прекрасно понимала, что демонстрации своей силы она не способна их запугать Нет ничего сильнее страха смерти И она это знает Именно поэтому Изабелла доводит их до полного отчаяния Она доминирует настолько сильно, что у героев просто не остается методов ей противостоять И вот спустя неделю Рэй тоже исполняется двенадцать Рэй, у тебя ведь завтра день рождения Да, это мой последний вечер Скажи Эмма Ты вовсе не сдалась, верно? Эта пара становится шумно Где моя гитара, блять? Отлично, так о чем я? Неужто вы и правда поверили, что они все бросили на полпути? Черта с два В день своей отправки Норман успел составить свой план побега, по которому Дон и Гильда работали все это время Как и говорилось ранее, единственный разумный вариант сбежать через мост Так бы подумал каждый, а значит, надо перебираться именно через пропасть Но что же с Изабеллой? Многовато тут детей для скрытого побега А вот для побега с огоньком в самый раз! С запасами масла они поджарят свой приют и закидают коктейлями Молотова соседние фермы Чтобы демоны в первую очередь занялись тушением огня Ну а вдруг пожар не отвлечет Изабеллу в достаточной мере? Шанс на побег один на миллион, а значит, нужны гарантии Не стану скрывать, гарантии есть, достаточно весомые для Изабеллы Постой Не двигайся, слушай Эмма Шанс всего один Убегите Сделайте так, чтобы мы с Норманом умерли не зря Прошу вас Вот и мне двенадцать Прощай, Эмма Рэй 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 Так, ладно, мы что-то поспешили, давай-ка отмотаем назад Прости, но умереть не дадим Не только я, но и ребята О чем ты вообще? Что это? Твоя замена Так запах станет похожим Передатчик выну Садись сюда и повернись ко мне ухом Но я же Все еще хочешь умереть, идиот? Прекращай нести бред и бежим вместе План Нормана действительно включал в себя все Еще несколько месяцев назад он догадался, что собирается сделать Рэй Получив на руки предсмертный подарок сестры Кроны Норман поручил Эмме командовать ребятами через Дона и Гильду Прикинуться поникшими и отвести внимание на себя Лучшая диверсия в рамках приюта Все эти два месяца ребята тренировались спускаться по канатам Работали в команде и собирали экипировку Дон и Гильда успели ввести в курс дела всех детей старше пяти Им дали подслушать тот разговор Кроны с ребятами И потихоньку рассказывали остальным Вот почему у детей была столь резкая реакция на перелом у Эммы Детей помладше оставили на попечительство у самого смышленого из них После пропажи стольких сирот поставки сократятся А это значит, что они успеют за ними вернуться Я долго думала об этом И не мог понять о каком сборе урожаек говорила сестра во время догонялок Я подожду, ладно Так что оставьте нас Но не думай, что мы бросаем их Быстрее, чем вы думали Мост еще не близко Передаю всем работникам сообщение с третьей фабрики Произошло возгорание, пятнадцать детей сбежало Ну, попробуй сбежать Эмма 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 Я считала тяжкой обузой Эмма И стать матерью в приюте Был единственным шансом для нее выжить И пусть бросит в меня камень тот, кто поступил бы иначе Вы же мои милые детишки Эмма 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 Уж очень хочется выписать из этого списка обещанный Неверленд Из еженедельников Сенен Джампа они его не уберут Неверленд и правда очень не вписывается в типичное представление о жанре Обычно это бесконечный поток монологов, рояли в кустах через каждый эпизод и герой, который превозмогает любые трудности Однако в этом моменте Неверленд становится именно тем Сененом, который рвет все шаблоны своего жанра Сюжетные повороты в стране грез дотошно продуманы в мельчайших деталях Визуальный язык прокачан в максимум, никаких монологов, мыслей вообще Сторител активно использует сцену для рассказа истории Никакое превозмогание не спасает героев от потери своих близких Герои просто обязаны пожертвовать всем, что им действительно дорого, дабы получить хотя бы небольшой шанс сохранить себе жизнь Страна грез закладывает в основу сюжета не просто инстинкт выживания, а неспособность этот инстинкт подавить Какими бы методами система не пыталась подавить человека, даже на пороге полного отчаяния Никакие преграды не смогли сбить героев с пути Если нет путей, мы его проложим! Кхм, извините Так вот, герои в этой истории не просто собирательные образы, они практически живые люди Со стороны, Норман, Эмма и Рей являются кардинально разными героями, но в то же время в чем-то похожи друг на друга Это достигается благодаря невероятной химии между ними Их взаимодействие происходит не только через диалоги, они умудряются влиять друг на друга даже эмоционально В пример, моя любимая сцена после разговора Нормана и Рея Первый, сам того не осознавая, заставил Рея сомневаться в правильности своих решений С его точки зрения он все сделал верно Уговорил Нормана не брать остальных детей и солгать Эмме, дабы уменьшить потенциальные жертвы Но вот факт того, что он так подло поступил со своим лучшим другом, практически родным братом, не дает ему покоя И заканчивается это сами знаете чем Рея отвергает свои предубеждения и жертвует собой ради спасения остальных Новорленд не просто показывает, он рассказывает персонажей через их внутренние переживания Когда Норман попадает в свой ночной кошмар, зритель понимает, что для него подвергнуть друзей опасности намного страшнее собственной смерти В подобной сцене нам показывают, чего Норман боится больше всего И это найдет свое отражение в сюжете А это отражение позднее повлияет и на Эмму Она не привыкла мириться с жертвами Ее исключительная любовь к окружающим настолько сильна, что часто оборачивается против нее В сцене с догонялками это качество подмечает и сестра Крона Когда Эмма предпочла взять детей под руки вместо того, чтобы переключить внимание на себя Такие детали не сказать, что бросаются в глаза, но очень заметны на уровне восприятия героя Если всмотреться в эту троицу, то можно заметить, насколько они дополняют друг друга Норман — интеллект команды, Рэй — расчетливость, а Эмма — ее сердце Эмпатия Эммы не дает героям поступать эгоистично Расчетливость Рэя не дает героям бездумно бросаться в самое пекло А интеллект Нормана не дает им совершать критических ошибок То есть герои не только влияют друг на друга, не только заставляют друг друга меняться Но и дополняют друг друга самыми необходимыми качествами Имея в сериале такого невыносимо хорошего персонажа, как Эмма, которая пытается всем помочь и всех спасти История грамотно гасит этот Сёноновский шаблон персонажем Рэя Который именно что гасит ее идеалистическое видение мира и возвращает героев в реальный мир А прямо посреди двух огней у нас оказывается Норман Имеющий тот же суровый реалистический взгляд Рэя, но не имеющий его хладнокровие Но его положение, его любовь к Эмме, его привязанность к детям Все это влияние разных героев на Нормана заставляет его идти на смертельные риски И действовать принципиально по-своему, нежели как этого хотели Эмма или Рэй Даже на таком уровне история показывает свою феноменальную способность работать с героями И финальным актом это не заканчивается После побега герои еще сильнее начнут оказывать влияние друг на друга, меняя ключевых героев до неузнаваемости Это я про Мангу, само собой Подобный уровень проработки отношений между героями и героев частности Делает Неверленд уникальным произведением Внимание к деталям прослеживается и в визуальной составляющей Которая в Неверленде является первоочередным рассказчиком Обратите внимание, как меняется настроение сцен в зависимости от каждого акта истории Визуал использует все свои средства, чтобы дополнить сцену необходимыми эмоциями Однако в большей степени я обожаю Неверленд за его эмоциональную выжимку Адаптация умудряется без монологов и закадрового текста передать мысли героев так, как будто мы сами их слышим Нам понятно, что они чувствуют, о чем думают или переживают только за счет их эмоционального окраса В этом же помогает и музыкальная составляющая, которая с хирургической точностью попадает в контекст Добрая часть сериала вообще не имеет музыкального сопровождения До тех пор, пока она не выполняет смысловую нагрузку на сторител Визуально сериал вообще выстроен так, чтобы передать зрителю атмосферу личного присутствия Сцены чаще всего наполнены только естественными звуками, а какой-то фон создает одно лишь тиканье часов Длинные проводки по коридорам, ракурсы из-за угла, все это также создает атмосферу личного присутствия И именно за счет этой атмосферы сюжетные твисты выглядят столь натурально и изящно Перед тем, как Рэй раскрывается в роли предателя, зрителя полноценно обрабатывают все четыре серии Сначала они показывают, как Рэй целенаправленно отправляет героев к завязке сюжета Показывают, как пристально он за героями следит Намекают, что он заведомо знал, чем закончится их прогулка до ворот И заставляют задавать вопросы, когда он появляется рядом с героями в лесу Позднее сюжет пытается сбить зрителя с толку и переводит все стрелки на остальных детей Ради еще большего накала сюжета И потом, когда Рэй все-таки раскрывает свои планы, весь тот огромный пазл собирается воедино Поэтапно демонстрируя зрителю уровень проработки сериала Удивительная штука, тебя наебывают, а ты и рад Кого-то мне это напоминает? Внимание к деталям видно и в проработке второстепенных героев Даже Дон и Гильда получают достаточно экранного времени, чтобы раскрыть свой характер в полной мере А вот флэшбэк с Изабеллой был для меня как финальный нокаут Героиня, представшая перед зрителем как любящая и заботливая мать Вскоре становится самой жестокой и хладнокровной убийцей своих детей И все ради того, чтобы в самом эпилоге предстать пред нами как всего лишь жертва этого жестокого мира Которая сама когда-то была на месте наших героев Изабелла как антагонист становится прекрасной иллюстрацией пагубного влияния мира Новорленда Тот небольшой флэшбэк рассказывает нам целую историю взросления от инфантильной девочки до прислуги демонического мира Подавленная отправкой своего лучшего друга, она слишком поздно узнает правду приюта Не имея сторонников и даже минимальных шансов на побег, единственным путем для нее становится прислуживать убийцам своих братьев и сестер Как бы она не пыталась казаться бессердечным монстром перед героями и зрителем В конце, когда все для нее уже кончено, она снимает с себя этот образ и искренне радуется за своих детей Она радуется за то, что они выжили Изабелла предстает ярким примером той самой жертвы мира Новорленда Жертвой обещания данного много тысяч лет назад Она не плохой человек и даже не монстр, она просто пыталась выжить Ее история это цепи страданий, потерь и принятия своей судьбы Когда же она встречает Рея и слышит от него ту песню, которую напевала, будучи беременной На доли секунды ее психка ломается на глазах Все это время она подавляла в себе внутренний конфликт, пытаясь забыть о том, скольких детей она отправила на смерть Изабелла лишь пыталась быть бессердечным монстром, скрывая за этим образом психологическую травму после стольких отправок Ее поведение можно было бы счесть неискренним Посчитать, что она наигранно изображает свою любовь к этим детям Но в конце она говорит словами настоящей матери Неверленд отлично отработал своего антагониста, превратив ее в настоящий эмоциональный аттракцион сквозь сюжет За что, кстати, получил награду лучшего антагониста и лучшее аниме в жанре фантастика 2020 года Сука, я так горжусь! К тому же Неверленд по части детективного триллера крайне умело работает с жанром Все начало Неверленда насквозь пропитано паническим страхом и чувством приближающейся смерти Далее сюжет переходит в детектив, а под конец уже и в экшен Именно поэтому в завязке сериала мы видим скримеры вперемешку с ночными кошмарами Во втором акте наблюдаем отлично поставленные сцены с параллельным монтажом А в конце мощнейший накал драмы под пылающим огнем приюта Все эти элементы придают Неверленду своеобразный шарм и притягательность История не стесняется в зависимости от акта кардинально менять атмосферу и даже элементы жанра Подводя итог, ловеры отработали сериал на отлично Первый сезон Неверленда это просто идеальный пример хорошей адаптации Все изменения в сюжет, который привнесла студия, делались либо в угоду реализма Либо для более глубокого раскрытия персонажей А избавившись от монологов из манги и придав истории визуальное повествование Они сделали из сериала именно адаптацию, а не дословную перечитку манги В наше время такое, к сожалению, редкость Ну и конечно же спасибо студийной банде за участие в ролике и предоставлении своей озвучки Если хотите посмотреть обещанный Неверленд в их дубляже, все ссылки на них будут в описании Что ж, до второго сезона Неверленда обзор-то будет Но вот живым оттуда не выйдет никто Спасибо, кстати, что досмотрели этот ролик до конца Если хотите поддержать обзор рублем, милости прошу в описании И до скорых встреч, Гурандан! Субтитры сделал DimaTorzok